И Путин заявил об экспорте удобрения. Это дефицит, его будут брать, никто не хочет умирать от голода. Интересно, да? Развучало слово «голод» в путинских устах. Обратите внимание, там в начале 2000-х годов это слово было забыто. Мы с Эдиком вспомнили это слово, помните, в 2013 году. Что-то у нас передача была по поводу того, как в будущем будут загибать, и мы говорили про пандемию, и говорили про голод, как инструменты к загибанию. Да, и вот и Путин уже про голод говорит. Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе обхода санкций. Ну, с новой санкцией могут затруднить экспорт российского зерна. Поставки из Украины фактически остановлены, ее черноморские порты закрыты, значительная часть полей могут оказаться незасеянными. Все это ставят под угрозу более четверти мирового ежегодного экспорта пшеницы и шменя. Откуда они цифры-то такие взяли? Они что, охерели что ли вообще? О чем они вообще говорят? Я говорю, предположим, Советский Союз, да, он грамма пшеницы. Это и Украина, и Россия, и Казахстан грамма пшеницы не продавали. И наоборот покупали у Канады и у США. Почему никто не помер с голоду? О чем речь-то вообще? Примерно пятая часть поставок кукурузы, большая часть поставок подсолнечного масла. Да, Россия и Украина большую часть подсолнечного масла поставляют. Но это не значит, что подсолнечное масло нечем заменить, и люди будут голодать. Очень странно все это. Кроме того, подсолнечного масла в мире было в избытке. Значительно больше, чем ему нужно. Вот такие вот пироги. То есть, мы со всех сторон слышим про этот голод. Индия, Бразилия и другие заменяют Украину на рынке зерновых. Но летом миру начнет угрожать голод. Запасы около половины куруз, которые Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится все труднее доставлять покупателям. Это дает представление о хаосе, который украинский конфликт вызвал в мировой торговле зерном на сумму около 120 миллионов миллиардов долларов. Какие 120 миллиардов долларов? Украина 120 миллиардов долларов получает за свои зерновые. А почему же Украина так херово жила, если Украина, как выясняется, кормит весь мир? Вопрос такой. Да, вот оказывается, без украинской кукурузы и зерна, все, подсолнечником, житья нет никакого, все будут голодать. А тогда почему же украинцы последний хрен без соли доедали? Куда же все деньги-то уходили тогда? Вот вопрос. Эх, блядь, и артисты, а? Бля, и вот такую вот шнягу они кидывают и все, хавают народ везде, всего мира. Бля, голод, надо готовиться к голоду, надо все скупать и так далее. Война в Украине, все сейчас, это пуп земли Украины, да, с точки зрения посевных площадей, да. Вот специально, надо прямо аналитику сейчас возьму, специально займусь, просто некогда было. И посмотрим. Я уверен, что эта шняга полнейшая, на дурака рассчитанная. Шведское продовольственное агентство зафиксировало в стране 4 случая заражения сальмонеллезом, связанных с употреблением шоколада Киндер. Также ведомости подчеркнули, что на данный момент в Европе зафиксировано 125 случаев заражения сальмонеллезом, в том числе Великобритания, Ирландия, Франция и Германия. Это очень нехорошие новости. Вы понимаете, то есть, если речь идет о недостатках продовольствия, да, то будет снижение качества продовольствия. И под эту букву можно делать все, что угодно. Вот, в том числе и вот это, там, травить людей сальмонеллезом, ну, видите, плохого качества продукт, жрать нечего, поэтому жрите вот это говно. То есть, такое ощущение, что кто-то сознательно сидит и думает, как там уничтожить большую часть человечества, и потом поставить условие, сказать, что дохера народу рождается, вы это сейчас услышите еще скоро, что нужно сокращать рождаемость. Сейчас вот они там на какой-нибудь свой саммит очередной соберутся, связанный с голодом, и скажут, блядь, надо сокращать рождаемость, там, вот талончики на рождение детей выдавать. Вы это увидите все. Потому что это какие-то, блядь, это нечеловеческие силы действуют. Это вообще какие-то, я не знаю, инкланетяне, злодеи. Кто так может поступать? Огромные. Вот сзади меня, видите, на фотке Земля. 70% это мировой океан. Мировой океан может прокормить, блядь, как минимум 100 миллиардов людей. Минимум 100 миллиардов уже сейчас может прокормить. Почему никто этим не занимается? Китай строит башни сельскохозяйственные, создаёт промышленное производство, блядь. В США оно тоже есть, сельскохозяйственная промышленность, фактически. Не сельхозпроизводство, а сельхозпромышленность. Почему никто этим не занимается? Вот сейчас самое время создавать вот эти вот сельскохозяйственные башни. Я думаю, самое вообще лучшее было бы их делать плавучими, эти башни сельскохозяйственные. И вот где-нибудь на экваторе, в тех зонах, где нет штормов или практически нет штормов, плавучие башни ставить, они будут благодаря солнечной энергии питаться электричеством, получать достатки солнца, в достатке получать воду, которая испаряется. Вообще ничего не надо. То есть себестоимость продуктов будет копеечная. Плюс еще запасы мирового океана. Жуткие. Никто же этим не занимается. Элементарные вещи никто не делает. Почему? Ну потому что у них совсем другие интересы. Они совсем по-другому будущее выстроили уже давно. И в этом будущем для них главный четыре всадника. Пандемия, в смысле чума, война, голод, смерть и ад следовал за ним. Зачем им это нужно? Может они какие-то сатанисты особо убежденные. И Путин может там король ужаса. Как Катерин. У Нострадамс. Я же не знаю. Вы этих дураков в голове что хочешь может быть. Но мы с вами не дураки. Мы должны от этого защищаться. Но если вы видите, что они нас уничтожают. Мы должны как-то объединиться и защититься от этого. Ловучить только мусор для острова из пластика. Это верно. Хотя это очень большой для разработки. Очень большой вариант. Слава, а где ты будешь воду брать пресную? Ну ты понимаешь, когда светит солнышко, вода испаряется. Даже в пустыне путем испарения набирается вода. А если ты узнаешь, как в пустыне воду собирают. То есть выкапывают ямку такую, где более-менее песок там влажный или почти влажный. Устраивает такой зонтик и так далее. Солнышко начинает работать. Все это испаряется. И капает очень хорошо. Потом утром наоборот роса выпадает. Тоже огромное количество влаги. Ты думаешь, в океане влаги нет что-то? Ты думаешь, для полива не годится соленая вода, потому что она соленая. Она при помощи солнышка переработается мгновенно и будет сколько хочешь пресной воды. Так что это вообще не проблема.